Уважаемые друзья и подписчики, снова я Светлана Атан. Уважаемый сыночка в дорогу. Ну чем я не Монро? Ну привет вам от Индера и Светланы из города Берсина. Мы занимаемся в нашем клубе не только йогой, а также гостяшкой. Мы импульсируем упражнения, прыгаем на скакалке, если сильнее на графику, не пьем кофе. Я делаю свой пик прекрасный для двигателя. Всем привет, друзья мои. Я пошла делать себе волосы, наводить красоту. Решила одеться сегодня вот так, потому что я там, чтобы не замерзла. И я еду в Тэйджи. Сначала иду, разменяю деньги и сяду на маршрутку и тот Тэйджи. Преображение продолжается. Я с шести часов на ногах. Я считаю, хотя у нас йога вот 3-4 дня. Катя проводит 8.30. Два раза делаю йогу. На набережную не могу пойти, потому что какие-то дела перед Новым годом, суета, сами знаете. То надо успеть, то еще же я обучаюсь на марафонах. И поработать надо. Пообщаться, брать квартиру. Убрала все сегодня квартиру с утра. Вчера ничем не занималась таким. Вот иду сейчас, мои дорогие, наводить красоту. Все люди как шарахаются от меня. Когда ездят, вот, знаете что? Одела одни штаны, брюки. Надо покупать гардероб. Как это сделать, не знаю. Сегодня весь день проведу там. Завтра 30-е, 31-е. Мы уходим в ресторан. Не знаю, как и что за ресторан там будет. Но все равно я вообще сейчас не думаю, какой салатик приготовить. Что приготовить, какой салатик приготовить. Сейчас вот сварила себе супчик. С чечевицей зеленой. Положила кабачок, цветную капусту. Пустота еще там была. Тринутовых оладушка спекла. И вот так вот я и заряжаюсь энергией. И все, пошла я. А то мне собьют машину. Боже, а эти цветочки еще цветут. Какие красивые вот эти листики. Вы посмотрите. Обалдеть просто. Друзья и подписчики, кто проживает в Мерсине, вот смотрите, сзади меня Карфор. Район Мезикли. Впереди старое Белидье. И вот самый лучший обмен валюты. Видите, квартал. Вот квартал Кунджулю. Тут их два бокала. И этот квартал находится возле сумочного магазина. Так что рекомендую здесь самый лучший курс. Меняйте, мои дорогие. Сейчас расскажу вам. Я расскажу вам, поделюсь, сколько стоит проезд на обычных автобусах 4,50. Маршрутка по городу. Я веду 4,50. А тут Тэджи с меня взяли 6,50. Пока я тут снимала видео, загружала. Я проехала Тэджи. Смотрю, что-то не то. Что-то углубляюсь дальше. А водитель такой, блин, тупой. Знает же, что я до Тэджи еду. Ой, зла не хватает. Надо возвращаться. Так, ну что, мои дорогие, я быстро вернулась. Проходу мимо школы. Смотрите, сколько здесь русских ребятишек. Много в этой школе. Я бы сейчас быстро. Как я вообще могла проспать. Можно так сказать, проспать. Вообще, я удивляюсь. Ну, мне кажется, что шофер очень... Это был не маршрутчик, а летчик. Ну, вот такая вот я без приключений не могу. Но это хорошее приключение. И не опаздываю так раз. Хочу показать вам район Тэджи. Вон опять какое-то строительство. Ситы убирают эти бахча. Бахча это по-турецки, по-грузински. Сады и строят. Ну, вид такой, конечно, неприглядный. О, и здесь, друзья мои, будет тоже. Вы видите, как строят. Строят, Тэджи разрастается. Частные дома, наверное, убирают вот такие. Старые дома. И строят вот такие. Доми еще огромные. Тэджи. Через пять лет здесь будет центр. Хороший. Конечно, такой, чтобы быстренько, да? Недолго и это, да? Да. За счет того, что вот мы будем корешочки каждый раз подкрашивать. И оно будет и цвет достаточно чистый, хороший. И волосы здоровые. Ты уже это использовала, да, на ком-то этот красок? Я уже немножечек попереводила на эту краску. И вот я сразу записываю, например, я знаю, что в этот день мы сегодня сразу записываемся, через пять недель. Четыре-пять недель, как бы, средний такой, что как раз, значит, и корни отросли, что уже надо бы покрасить. Вообще раз в месяц, говорят, ну раз в месяц чуть-чуть даже, можно чуть-чуть реже, да, чтобы было финансово выгоднее. Да, да, конечно. Но и в то же самое время достаточно ухоженный вид получается. Мои дорогие, сегодня первый раз накрасила лайнер, как будто первый класс. Боялась дотронуться до ресниц. Не знаю, как я их буду снимать. И очень удобно эти реснички. Даже не думай, что ты такая страшная, садра. Вот такой чаек мне принесли. Вкусняшками. А я сижу, занимаюсь делом. Монтирую для вас видео. Вкусняшка. А я сижу, я так понимаю. А я сижу. Я сижу, я так понимаю. Я сижу. Я сижу. Я сижу. Я сижу. Я сижу. А вот и я. Ну как вам мой цвет волос? Я просто очень довольна. Очень довольна ручками моей. Олечки. Делает всё от души и от сердца. Нахожусь здесь возле самого моря и решила пройтись и показаться. Наверное, люди смотрят на меня, скажут, что это такая девушка. Кривляется перед этим. А вот и набережная. Видите, моречко. Поближе подойду и посмотрю. В общем, я думаю, мои дорогие, что вам понравилось. Правильно? Мне тоже очень. Я безумно счастлива. Я так проголодалась. Думаю, сейчас что дома мне приготовить. Что я жарю сегодня себе на ужин. Решила потушить капусту и вот так вбила яйца. И сейчас она у меня будет это жариться. Ой, я помню, эту капусту приезжали с Москвы наши очень близкие знакомые. Когда я помню, мне было сколько, 12-13 лет. Вот они так готовили. И мне после этого так нравилось. Вот последнюю свою капусточку уже решила потушить. На два дня мне это хватит. Приятного мне аппетита. Всем доброго вечера. Посмотрите, кто ко мне пришел. Привет. Да, пришла поздравить меня с подарками, Кирочка. Вот такая вот у нас команда. Клуб лучшей жизни в Мерсине. Мы сейчас будем кормить. С наступающим всех Новым Годом. Я тоже хотела сегодня выйти в прямой эфир. Давно не выходила. Думаю, пока как раз и Эндер ушел на ужин с другом. И думаю, выйду сейчас я в прямой эфир и поздравлю всех с наступающим Новым Годом. Так что видео вы увидите попозже, а выйду я, наверное, сегодня. Вот такую вкуснятину принес мой муж. Сюрпризы продолжаются этот вечер. Мы сейчас чайку пьем, и даже я съела. Два месяца я не ела. Как вкусно, Ашкэмчик. Ашкэтомчик. Ашкэм 15 тысяч шагов прошел. Сейчас смотрит свой сериал. Это мой мальчик. Побрился. Ашкэм... Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.